Всем привет! Итак, сегодня я расскажу вам свою историю страдания, боли и гнева, которые я испытал из-за покупки вот этой вот китайской оперативной памяти. Начнем с самого начала. На распродаже Алиэкспресса я решил по максимуму задействовать доступные мне купоны и заказал две планки по 4 гигабайта DDR4 с Алиэкспресса. Обошлись они мне вместе где-то чуть-чуть дешевле 2000 рублей. Нормальная цена их тогда была без скидок 1500, сейчас они стоят в районе 1350 рублей за штуку. В принципе, по такой же цене можно найти планки памяти и на Авито, например, если не в своем городе, то в другом. И как бы не сказать, что экономия даже 2000 рублей за две планки, это не сказать, что прям вот офигенно суперское предложение. Просто захотелось попробовать, что же такое китайская память. В отзывах к этому лоту, там ну не соврает, ну наверное сотни положительных комментариев, что все отлично, память чуть ли даже у некоторых не разгоняется. Ну как бы ничто не предвещало беды, как говорится. Меня даже не смутил тот факт, что текстолит у этих планок зеленый, хотя на фотках он черный. Меня не смутил тот факт, что у радиатора питания посажены просто отвратительно. Они перекрывают пол чипа, остальная половина висит в воздухе. Это все ладно. Покупал я эти планки для тестирования, для дополнительной системы, которая будет собираться по мере необходимости. В частности, я их планировал поставить в систему с материнской платой BioStar, обзор на которой я недавно опубликовал. Мне пришла материнская плата, мне пришли планки памяти. Некоторое время я промурыжился, профукал все возможные сроки. Но собрал систему, попытался установить Windows 10, конечно же, и меня ждало разочарование. При установке система вываливалась в синий экран смерти с самыми разными ошибками. Причем иногда установка просто зависала. Я начал грешить на все, что угодно. Может быть процессор перегревается, он там интегрированный, у него очень маленький вентилятор охлаждения. Я потрогал руками, вроде все нормально. Не из-за этого система должна-то уж крашиться и стопиться. Я скачал новый образ операционной системы, залил ее с помощью другой программы. То же самое. Я скачал другую программу, взял другую флешку, поставил на нее, взял третий образ, взял третью программу. Короче, я перепробовал все возможные варианты для того, чтобы просто исключить, что проблемы все-таки не в образе. И меня все равно каждый раз ждало разочарование в лице синего экрана смерти. Или же, как я уже говорил, компьютер просто зависал. И вот около трех часов мучений, и меня все-таки что-то щелкнуло. Я подумал, что, наверное, все-таки надо запустить какие-то тесты для того, чтобы проверить стабильность системы. Я скачал моем тест, залил его на флешку, воткнул в компьютер, запустил, и все, практически с первого же теста посыпались дикие ошибки. Все стало ясно. Проблема в оперативной памяти. Память не алло. Ладно, наступило время боли, потому что я из основной системы вынул одну планку 8-гиговую Корсара. В основном компьютер у меня стоит две планки по 8 гигабайт от Корсара, на которой я тоже делал обзор. И пришлось мучиться и страдать, потому что переход с 16 гигов на 8, на самом деле, ну, мне кажется, поставим с возвратом к жесткому диску обычному с SSD. У меня постоянно запущен хром с несколькими десятками вкладок, который слегка отжирает половину оперативной памяти, а если есть возможность, то я может и всю память захавать. При этом в фоне параллельно уже ничего не запустишь, ни какой-нибудь там, ни программы для монтажа, ничего. И поэтому, пока я делал какие-то тесты, пока я ставил операционную систему, я жутко страдал еще, потому что за основным компьютером работать стало просто невозможно. Ну, и, как я сказал, я поставил оперативную планку Корсара своего компьютера в тестовую систему, и все, никаких проблем, винда поставилась за считанные минуты. Я понял, что я очень давно, просто не знаю сколько лет, не испытывал таких диких трудностей при установке операционной системы. Всегда все шло как по маслу. Закатал, поставил, все, через 5-10 минут система готова, можно пользоваться. Тут же я просто понятия не имел, ну, почему, откуда столько ошибок, почему эти синие экраны смерти меня преследуют, почему компьютер зависает. Как я уже сказал, я разобрался, что проблема в оперативной памяти, и решил протестировать ее по отдельности. И что получилось? Один модуль вообще абсолютно, можно сказать, мертвый. Он постоянно выдает ошибки, и работать с ним вообще категорически невозможно. А второй модуль вроде как ошибки в моем тест не выдает, но, по крайней мере, я сильно долго тест не прогонял, прогонял я буквально, может, там, минут 10-15. Вроде, на первый взгляд, ошибок никаких нет, но один фиг операционной системы с этой живой, казалось бы, планкой, она виснет. Бывает, что даже не запускается, выдает какую-то ошибку. Короче говоря, оба модуля непригодны к использованию абсолютно. Один абсолютно мертвый, другой вроде как и живой, но в то же время, по сути, нерабочий. То есть, за две дохлые планки памяти я отдал 2000 рублей. Это с учетом скидок. Если бы я брал шип по полной стоимости, я бы не знаю вообще, что бы я с этим китайцем сделал. Конечно же, как я уже сказал, все сроки я профукал, мне не осталось ничего, кроме как просто писать негативный отзыв. И, как я понял, в отзывах есть еще такие же несчастливчики, как и я, которым тоже попались бракованные планки памяти. Но, если почитать отзывы более внимательно, то продавцы практически никогда не идут, продавец практически никогда не идет навстречу и планки не обменивает и не возвращает. Короче говоря, моя лотерея с китайским планками памяти закончилась очень плачевно. Я не знаю теперь, что с ними делать. Наверное, проще как-то их продать по цене радиаторов. Пользы от них, к сожалению, никакой. При этом, повторюсь, на Авито, в принципе, за сопоставимые деньги, но, естественно, только по цене новых в Китае, то есть, там где-то в районе полутора тысяч рублей, вполне возможно найти планки памяти на Авито, в моем городе, в соседнем. Пусть даже можно доплатить несколько сотен рублей за авито доставку, но получить какие-то проверенные бренды, там, не знаю, хоть кого угодно, там, Патриот, там, Хюникс, что угодно. Здесь же написано какое-то KLISRE, Клисри какое-то. Что это за бренд вообще? Клисри, что это такое? Непонятно. Короче, в лотерею я сыграл, в лотерею я проиграл. Наверное, я никогда в жизни теперь не буду покупать планки памяти с Алиэкспресса. Хотя мой процессор я убрал как раз на Алиэкспрессе, это инженерник Intel Core i7. Вот с ним у меня проблем никаких нет. Но, опять же, процессор и оперативная память. В принципе, и то, и другое может сломаться, но вот в плане надежности процессор все-таки как-то получше. Оперативная память, у нее гораздо больше вероятности сдохнуть и больше вероятность получить брак. Честно, мой совет, не покупайте эту гребаную память на Алиэкспрессе. Берите лучше на Авито, берите с рук. Не обязательно даже с чеками и с гарантией. Просто попросите пару дней на проверку. Пусть продавец даст вам возможность проверить, протестировать на вашей системе. Запустите у себя ММТ, проверьте, что все точно хорошо. И как бы будете довольны и счастливы. Я эти гребаные планки памяти ждал несколько недель. Как назло, как я уже сказал, профукал все сроки для открытия диспута. Но, короче, вот, пожалуйста, потратил 2000 рублей, получил неработающую дрянь. Не повторяйте моих ошибок. Будьте умницами. Покупайте оперативную память либо новой в магазине, либо с рук, но с проверкой. Не покупайте оперативную память на Алиэкспрессе. Пошли эти китайцы нафиг. Ну, а меня по-прежнему зовут Максим. Если видео вам понравилось, не забывайте поставить лайк. Написать какой-нибудь добрый, воодушевляющий комментарий. Потому что, ну, я, конечно же, расстроен. Деньги я потерял. Не сказать, что прям принципиально, но, блин, обидно. У меня нету резервных планок оперативной памяти. Вот, я очень надеялся, что именно эти планки будут у меня резервными. Которые я смогу вставить во вторую дополнительную там тестовую систему. Потому что вырывать оперативную память из своей основной системы, это просто жесть и издевательство. Это боли, страдания и муки. Так что, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Дальше будет еще больше интересных видео. Но у меня по-прежнему зовут Максим. Вы смотрели хопп.ру. Всем пока.